Как избавиться от перхоти с помощью уксуса? 7 лучших рецептов. Надоели белые осыпающиеся чешуйки, именуемые перхотью? Тогда попробуйте действенный метод нетрадиционной медицины лечения уксусом. Но будьте очень аккуратны, ведь неправильное использование средства может только навредить, существенно ухудшив состояние шевелюры. Апостроф закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Принцип действия уксуса, как известно, возникновение перхоти связано с неправильной работой сальных желез, которые в свою очередь приводят к активному размножению дрожжевого грибка, обитающего на нашей коже. Уксус – эффективное средство от перхоти, помогающее восстановить микрофлору кожных покровов головы, а также устранить излишки секрета. Оно действует настолько сильно, что может подавить активность демодикозных клещей и избавить вас от гнид. Если не устранить первопричину возникновения нарушений в работе сальных желез, даже после избавления от чешуек, механическим способом, они могут появиться вновь. Поэтому нужно проводить комплексную терапию, наладить питание, исключить стрессы и обратиться к эндокринологу за помощью восстановления гормонального фона. Яблочный уксус – это кислота, добытая натуральным способом. Сначала получают сидр, который оставляет бродить дальше. Бактерии, содержащиеся в раке с шамвине, превращают сидр в яблочный уксус. Именно его анистоловый принято использовать в косметических целях. Яблочный перебродивший сидр, избавляющий от перхоти, можно приготовить в домашних условиях. Полезные свойства и состав ученые, исследовав перебродивший яблочный сидр, установили, что он богат на витамины и минералы, легко усвояемые человеческим организмом. Среди них никотиновая и аскорбиновая кислота, антиоксиданты, витамины группы в каротин и масса других полезных веществ. За счет повышенного содержания пектина достигается красота и блеск локонов. Этот полисахарид способен вывести из организма пестициды и радионуклиды. Воздействуя на волосы он улучшает их структуру, а также обеспечивает чистоту на длительное время. Уксус оказывает противомикробное воздействие, обеззараживая участки в местах нанесения, устраняет шелушение и зуб на коже головы. Нормализует жировой баланс, поскольку прямо влияет на работу сальных желез, дарит локонам упругость и силу. Можно приобрести яблочный уксус в обычном супермаркете с пометкой в 9%. Эссенцию покупать не стоит, ведь вы рискуете не угадать из пропорции травмировать кожу головы. Крепость натурального сидора, полученного в домашних условиях, достигает 4-5%. Продукт природного происхождения имеет коричневый цвет, а иногда даже осадок. Плюсы и минусы среди положительных моментов лечения перхоти яблочным уксусом можно выделить быстрый эффект уже через 3-4 процедуры. Вы увидите, как количество роговевших чешуек на дерме головы существенно уменьшилось, может использоваться как для сухих, так и жирных локонов, оказывает комбинированное воздействие, не только устраняет перхоть, но делает локоны красивыми и упругими, а также препятствует облысению, не является гипоаллергенным, поскольку кислота получена натуральным способом, достаточно легко воспринимается нашим организмом, ведь его компоненты участвуют в метаболизме на клеточном уровне, стоят недорого, а если приготовить в домашних условиях на основе яблок, выращенных на своем огороде, обойдется в копейки. Среди недостатков можно назвать разрушающие воздействия на кожу, если не соблюдать пропорции разведения с другими компонентами целебного снадобья. Кроме того, кислота может подсушивать кожу и волосы. По отзывам пользователей, кислота источает не очень приятный аромат, так сказать, на любителя апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Противопоказания во внутрь яблочный уксус не разрешается применять людям, страдающим различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. С наружным использованием также следует быть предельно осторожными. Дело в том, что, как и любая кислота, в чистом виде он способен привести к ожогу кожи и зуду. Поэтому средства обязательно разбавляют водой, строго соблюдают время выдержки на шевелюре. Протестируйте уксус на запястье с целью выявить склонность к аллергическим реакциям. При возникновении покраснений, отека или зуда откажитесь от лечения подобным способом. Советы косметологов Советы Не обязательно приобретать продукт на полке магазина. Его можно приготовить в домашних условиях. Выдавите сок из яблок и поместите его в стеклянную банку с широким горлышком. Укутайте сверху пищевой пленкой и прокалите дырочки. Оставьте емкость в темном месте на 12 недель. Уксус обязательно разбавляйте водой, чтобы не повредить кожу головы. Если используете целебные маски, обязательно укутайте шевелюру полотенцем. Это даст возможность уменьшить доступ кислорода, способствуя лучшему проникновению питательных веществ в кислоты, в дерму, фолликулы и структуру волос. Для усиления эффекта можете прогреть локоны феном. Старайтесь осуществлять массирующее движение на коже головы, втирая смесь или раствор хотя бы 5 минут. Как правило уксус наносится на вымытую и слегка подсушенную полотенцем голову. Если у вас слишком выраженная перхоть, то для усиления борьбы с недугом рекомендуется наносить на сухие локоны. Чтобы не пересушить волосы, косметологи рекомендуют воспользоваться шприцом. Наберите разбавленный раствор резервуар-респособление, а затем мелкими капельками через носик распределяйте именно на коже головы. После обработки яблочным уксусом показано арморасчесывание. Оно поможет укрепить волосы, насытить их влагой, уксус пересушивает и уменьшит стресс после воздействия кислоты. Используйте масла иланг, иланг, лаванды, розмарина и лимона. Способы применения перебродивший сидр в косметологии используются для наружного применения. На его основе готовят лосьоны, которые втираются в кожу головы для ликвидации перхоти, маски, способные не только устранить злосазные белые чешуйки, но и придать волосам красоту и блеск, ополаскиватели, используемые после мытья головы. Но мало кто знает, что для лучшей борьбы с перхотью можно принимать средство внутрь. Оно позволит наладить обмен веществ, а значит устранить один из самых существенных факторов, провоцирующих появление недуга. Применение средства показано при авитаминозе после перенесенных стрессов. Для этого каждый день выпивайте после еды 2 часа. Листы средства, разбавленные в 1 стакан л. Очищенной воды. Чтобы избавиться от перхоти, проведите специальное расчесывание волос. Соедините воду и яблочный уксус в рапурции 1-1. Вымокните ваш гребень в полученный раствор и прочешите им локоны перед сном. Уделяйте внимание коже головы, делая массажные движения. Подобная процедура призвана избавить от перхоти и хорошо расчесать длинные локоны, которые постоянно спутываются. Раствор для ополаскивания и пересушивания локонов уксусом. Вполне возможно, но только при использовании столового уксуса или эссенции. Если правильно развести натуральный яблочный сидр, подобных результатов удастся избежать. Однокомпонентный раствор этот способ может ликвидировать даже самую запущенную сибарию. Чтобы избавиться от злополучных чешуек к соединению яблочной уксуса с водой. Для этого возьмите 0,5 литра кипяченой воды и размешайте в ней 4 стакана. Лист сидра. Нанесите средство на кожу головы и равномерно распределите по всем волосам. Дайте возможность компоненту глубже проникнуть в дермо, поэтому совершайте легкий массаж в течение 3-4 минут. Смойте ополаскиватель обычной проточной водой. Яблочный уксус плюс шалфей. Шалфей – чудодейственное средство, которое укрепляет волосяной фолликул. В сочетании с яблочным уксусом призвано устранить перхоть и укрепить волосы. Рекомендовано для ослабленных волос. Приготовление и применение возьмите 1 стакан. Листы шалфей и залейте ее 1 стаканом кипятка. Дайте средству настояться хотя бы 40 минут. Отфильтруйте воду и введите в нее 1 стакан. Листы яблочного уксуса. Ополосните локоны после мытья. Фитоотвар с добавлением яблочного уксуса – это чудо с надобьей просто панацией для жирных волос с перхотью. Вам понадобится 1 час листа шалфея – 1 час. Лист тимьяна – 1 час л. Розмарина – 1 час л. Полевого хвоща – 200 мл. Кипятка – 1 стакан. Листы яблочного уксуса. Приготовление и применение следует заварить травы, залив их кипятком. Дайте фитосбору настояться 50 минут. Процедите отвар и введите в него яблочный уксус. Осуществляйте ополаскивание волос после мытья, а также не забывайте провести массаж кожи головы. Средство можно не смывать шампунем, а промыть теплой водой. Используется после каждого мытья головы до тех пор, пока не исчезнет перхоть. Рецепты масок, как известно, в чистом виде применения препарата запрещаются. Поэтому яблочный уксус против перхоти входит в состав различных масок, призванных не только устранять ороговевшие частички, но и лечить локоны. Перед приготовлением целебных смесей следует определить свой тип кожи на голове. Если перхоть приобретает желтоватый оттенок, имеет крупные слившиеся чешуйки, а волосы становятся жирными на второй день после мытья, у вас жирный тип кожи. Белый цвет ороговевших частиц посеченность локонов свидетельствует о наличии сухой дермы. Встречаются варианты, когда у людей фиксируется смешанный тип комбинации двух предыдущих. Маска с добавлением отвара трав. Эта чудодейственная смесь сбалансирует работу сальных желез и улучшает состояние волос. В большей степени она подойдет для жирной кожи головы. Вам понадобится 3 стакана л. Ромашки 3 стакана л. Крапивы 200 миллилитров воды 4 стакана. Листы яблочного уксуса. Приготовление и применение сначала приготовьте отвар. Возьмите травы и залейте водой. После закипания проварите 10 минут. Настаивайте отвар порядка 2 часов. После того как профильтруете средство, добавьте к нему кислоту. Вымойте голову, слегка подсушите полотенцем. Распределите приготовленную смесь на коже головы и укутайте целлофановой пленкой. Соорудите чалму из полотенца и оставьте смесь активироваться на 1 час. Промойте голову обычной проточной водой. Курс лечения 1 месяц. Маски нужно применять каждую неделю. Маска с репейным маслом. Этот рецепт подойдет для сухих локонов, ведь репейное масло способно сделать волосы еще жирнее. Уже по истечении месяца регулярного применения подобной маски вы забудете, что такое перхоть. Приготовление и применение смешайте 150 миллилитров воды в равных пропорциях по 2 стаканам. Л. Яблочного уксуса и репейного масла. Нанесите полученную смесь на кожу головы. Проведите легкий массаж в течение 3-5 минут. Укутайте шевелюру целлофаном, а затем махровым полотенцем. Ожидайте 40-50 минут. Смойте обычной водой. После использования яблочного уксуса ваши волосы будут излучать приятный яблочный аромат, а локоны приобретут красивый блеск. Желатиновая маска. Больше всего она подходит жирным тонким локонам. После ее применения достигается эффект ламинирования, а через несколько процедур вы заметите, что количество белых крупинок на голове существенно уменьшилось. Ингредиенты. 1 стакан л. Желатина. 1 яичный желток. 3 стакана. Листы яблочного уксуса. 1 час л. Бальзама. Кондиционера. Приготовление и применение. Залейте желатин водой и хорошенько разомните комочки. Процедите. Взбейте желток и введите в него желатин. В полученную смесь добавьте яблочный уксус и кондиционер. Нанесите на кожу головы и распределите по волосам. Сделайте чалму из полотенца и ожидайте час. Промойте теплой водой. После применения вы заметите, как ваши волосы будут блестеть и долго сохранять чистоту. Маска для сухих локонов. На основе касторки яблочного уксуса вам понадобится. 1 яичный желток. 1 стакан. Лист касторового масла. 1 час л. Яблочного уксуса. 1 час листа глицерина. Приготовление и применение. Подогрейте касторку на водяной бане. Введите в нее яблочный уксус и глицерин. Отсоедините желток и взбейте его. Не переставая взбивать, добавьте подготовленную заранее смесь. Нанесите на кожу головы, остатки протяните по всей длине волос. Закройте шевелюру полиэтиленом и заверните в полотенце. Ожидайте 40 минут. Смойте теплой водой и шампунем. Эта маска помимо борьбы с перхотью, способна подпитать локоны и придать им гладкость. Получается не хуже, чем акранирование или ламинирование волос. Эффекты от применения после ополаскивания уксусом локона становятся шелковистыми и привлекательными. За счет подпитки активными компонентами, содержащимися в растворе, они меньше выпадают и ломаются. Не нужно ожидать, что уже через две процедуры терапия начнет действовать. Следует подождать 1-1,5 месяца, чтобы достичь желаемого результата. Маски и ополаскивание делайте каждые три дня. Таким образом, уксус – прекрасное средство для устранения жирной перхоти и избавления от демодикозных клещей. Оно обладает антисептическим эффектом, подпитывает и восстанавливает истощенные локоны. Уксус лучше всего применять в симбиозе с фитоотварами и масками. При использовании кислоты будьте предельно аккуратны, ведь несоблюдение пропорций может вызвать сильный ожог кожи головы и усугубить ситуацию. Как избавиться от перхоти в домашних условиях навсегда? Как быстро избавиться от перхоти? Принцип действия уксуса. Как известно, возникновение перхоти связано с неправильной работой сальных желез, которая, в свою очередь, приводит к активному размножению. Дрожжевого грибка, обитающего на нашей коже. Уксус – эффективное средство от перхоти, помогающее восстановить микрофлору кожных покровов головы, а также устранить излишки секрета. Оно действует настолько сильно, что может подавить активность демодикозных клещей и избавить вас от гнит. Если не устранить первопричину возникновения нарушений в работе сальных желез, даже после избавления от чешуек, механическим способом, они могут появиться вновь, поэтому нужно проводить комплексную терапию, наладить питание, исключить стрессы и обратиться к эндокринологу за помощью восстановления гормонального фона. Яблочный уксус – это кислота, добытая натуральным способом. Сначала получают сидр, который оставляет бродить дальше. Бактерии, содержащиеся в раке с шамвине, превращают сидр в яблочный уксус. Именно его, а не столовый, принято использовать в косметических целях. Яблочный перебродивший сидр, избавляющий от перхоти, можно приготовить в домашних условиях. Полезные свойства и состав ученые, исследовав перебродивший яблочный сидр, установили, что он богат на витамины и минералы, легко усвояемые человеческим организмом. Среди них никотиновая и аскорбиновая кислота, антиоксиданты, витамины группы в каротин и масса других полезных веществ. За счет повышенного содержания пектина достигается красота и блеск локонов. Этот полисахарид способен вывести из организма пестициды и радионуклиды. Воздействуя на волосы, он улучшает их структуру, а также обеспечивает чистоту на длительное время. Уксус оказывает противомикробное воздействие, обеззараживая участки в местах нанесения, устраняет шелушение и зуб на коже головы. Нормализует жировой баланс, поскольку прямо влияет на работу сальных желез, дарит локонам упругость и силу. Можно приобрести яблочный уксус в обычном супермаркете с пометкой в 9%, эссенцию покупать не стоит, ведь вы рискуете не угадать из пропорции травмировать кожу головы. Крепость натурального сидора, полученного в домашних условиях, достигает 4-5%. Продукт природного происхождения имеет коричневый цвет, а иногда даже осадок. Плюсы и минусы среди положительных моментов лечения перхоти яблочным уксусом можно выделить быстрый эффект уже через 3-4 процедуры. Вы увидите, как количество рогавевших чешуек на дерме головы существенно уменьшилось, может использоваться как для сухих, так и жирных локонов, оказывает комбинированное воздействие, не только устраняет перхоть, но делает локоны красивыми и упругими, а также препятствует облысению, не является гипоаллергенным, поскольку кислота получена натуральным способом, достаточно легко воспринимается нашим организмом, ведь его компоненты участвуют в метаболизме на клеточном уровне, стоит недорого, а если приготовить в домашних условиях на основе яблок, выращенных на своем огороде, обойдется в копейки. Среди недостатков можно назвать разрушающие воздействия на кожу, если не соблюдать пропорции разведения с другими компонентами целебного снадобья. Кроме того, кислота может подсушивать кожу и волосы. По отзывам пользователей кислота источает не очень приятный аромат, так сказать, на любителя. Советы косметологов Не обязательно приобретать продукт на полке магазина. Его можно приготовить в домашних условиях. Выдавите сок из яблок и поместите его в стеклянную банку с широким горлышком. Укутайте сверху пищевой пленкой и прокалите дырочки. Оставьте емкость в темном месте на 12 недель. Уксус обязательно разбавляйте водой, чтобы не повредить кожу головы. Если используете целебные маски, обязательно укутайте швелюру полотенцем. Это даст возможность уменьшить доступ кислорода, способствуя лучшему проникновению питательных веществ в кислоты, в дерму, фолликулы и структуру волос. Для усиления эффекта можете прогреть локон и феном. Старайтесь осуществлять массирующее движение на коже головы, втирая смесь или раствор хотя бы 5 минут. Как правило, уксус наносится на вымытую и слегка подсушенную полотенцем голову. Если у вас слишком выраженная перхоть, то для усиления борьбы с недугом рекомендуется наносить на сухие локоны. Чтобы не пересушить волосы, косметологи рекомендуют воспользоваться шприцом. Наберите разбавленный раствор резервуар-респособление, а затем мелкими капельками через носик распределяйте именно на коже головы. После обработки яблочным уксусом показано арморасчесывание. Оно поможет укрепить волосы, насытить их влагой, уксус пересушивает и уменьшит стресс после воздействия кислоты. Используйте масла иланг, иланг, лаванды, розмарина и лимона. Способы применения перебродившей сидр в косметологии используются для наружного применения. На его основе готовят лосьоны, которые втираются в кожу головы для ликвидации перхоти. Маски способны не только устранить злосазные белые чешуйки, но и придать волосам красоту и блеск, ополаскиватели, используемые после мытья головы. Но мало кто знает, что для лучшей борьбы с перхотью можно принимать средство внутрь. Оно позволит наладить обмен веществ, а значит устранить один из самых существенных факторов, провоцирующих появление недуга. Применение средства показано при авитаминозеи после перенесенных стрессов. Для этого каждый день выпивайте после еды 2 часа. Листы средства, разбавленные в 1 стакан L. Очищенные воды. Чтобы избавиться от перхоти, проведите специальное расчесывание волос. Соедините воду и яблочный уксус в рапорции 1-1. Вымокните ваш гребень в полученный раствор и прочешите им локоны перед сном. Уделяйте внимание коже головы, делая массажные движения. Подобная процедура призвана избавить от перхоти и хорошо расчесать длинные локоны, которые постоянно спутываются. Раствор для ополаскивания и пересушивания локонов уксусом. Вполне возможно, но только при использовании столового уксуса или эссенции. Если правильно развести натуральный яблочный сидр, подобных результатов удастся избежать. Однокомпонентный раствор этот способ может ликвидировать даже самую запущенную сибарию. Чтобы избавиться от злополучных чешуек к соединению яблочной уксуса с водой. Для этого возьмите 0,5 литра кипяченой воды и размешайте в ней 4 стакана. Лист сидра. Нанесите средство на кожу головы и равномерно распределите по всем волосам. Дайте возможность компоненту глубже проникнуть в дермо, поэтому совершайте легкий массаж в течение 3-4 минут. Смойте ополаскиватель обычной проточной водой. Яблочный уксус плюс шалфей шалфей – чудодейственное средство, которое укрепляет волосяной фолликул. В сочетании с яблочным уксусом призвано устранить перхоть и укрепить волосы. Рекомендовано для ослабленных волос. Приготовление и применение возьмите 1 стакан листы шалфей и залейте ее 1 стаканом кипятка. Дайте средству настояться хотя бы 40 минут. Отфильтруйте воду и введите в нее 1 стакан. Листы яблочного уксуса. Ополосните локоны после мытья. Фитоотвар с добавлением яблочного уксуса – это чудо-снадобье просто панация для жирных волос с перхотью. Вам понадобится 1 час листа шалфея – 1 час. Лист тимьяна – 1 час л. Размарина – 1 час л. Полевого хвоща – 200 мл. Кипятка – 1 стакан. Листы яблочного уксуса. Приготовление и применение следует заварить травы, залив их кипятком. Дайте фитосбору настояться 50 минут. Процедите отвар и введите в него яблочный уксус. Осуществляйте ополаскивание волос после мытья, а также не забывайте провести массаж кожи головы. Средство можно не смывать шампунем, а промыть теплой водой. Используется после каждого мытья головы до тех пор, пока не исчезнет перхоть. Рецепты масок, как известно, в чистом виде применения препарата запрещаются. Поэтому яблочный уксус против перхоти входит в состав различных масок, призванных не только устранять ороговевшие частички, но и лечить локоны. Перед приготовлением целебных смесей следует определить свой тип кожи на голове, если перхоть приобретает желтоватый оттенок, имеет крупные слившиеся чешуйки, а волосы становятся жирными на второй день после мытья. У вас жирный тип кожи. Белый цвет ороговевших частей спасеченность локонов свидетельствует о наличии сухой дермы. Встречаются варианты, когда у людей фиксируется смешанный тип комбинации двух предыдущих. Маска с добавлением отвара трав. Эта чудодейственная смесь сбалансирует работу сальных желез и улучшает состояние волос. В большей степени она подойдет для жирной кожи головы. Вам понадобится 3 стакана л. Ромашки 3 стакана л. Крапивы 200 мл воды. 4 стакана. Листы яблочного уксуса. Приготовление и применение. Сначала приготовьте отвар. Возьмите травы и залейте водой. После закипания проварите 10 минут. Настаивайте отвар порядка 2 часов. После того как профильтруете средство, добавьте к нему кислоту. Вымойте голову, слегка подсушите полотенцем. Распределите приготовленную смесь на коже головы и укутайте целлофановой пленкой. Соорудите чалму из полотенца и оставьте смесь активироваться на 1 час. Промойте голову обычной проточной водой. Курс лечения 1 месяц. Маски нужно применять каждую неделю. Маска с репейным маслом. Этот рецепт подойдет для сухих локонов, ведь репейное масло способно сделать волосы еще жирнее. Уже по истечении месяца регулярного применения подобной маски вы забудете, что такое перхоть. Приготовление и применение. Смешайте 150 мл воды в равных пропорциях по 2 стаканам. Л. Яблочного уксуса и репейного масла. Нанесите полученную смесь на кожу головы. Проведите легкий массаж в течение 3-5 минут. Укутайте шевелюру целлофаном, а затем махровым полотенцем. Ожидайте 40-50 минут. Смойте обычной водой. После использования яблочного уксуса ваши волосы будут излучать приятный яблочный аромат, а локоны приобретут красивый блеск. Желатиновая маска больше всего она подходит жирным тонким локонам. После ее применения достигается эффект ламинирования, а через несколько процедур вы заметите, что количество белых крупинок на голове существенно уменьшилось. Ингредиенты 1 стакан л. Желатина 1 яичный желток 3 стакана. Листы яблочного уксуса 1 час л. Бальзама кондиционера. Приготовление и применение. Залейте желатин водой и хорошенько разомните комочки. Процедите. Взбейте желток и введите в него желатин. В полученную смесь добавьте яблочный уксус и кондиционер. Нанесите на кожу головы и распределите по волосам. Сделайте чалму из полотенца и ожидайте час. Промойте теплой водой. После применения вы заметите, как ваши волосы будут блестеть и долго сохранять чистоту. Маска для сухих локонов на основе касторки и яблочного уксуса. Вам понадобится 1 яичный желток 1 стакан. Лист касторового масла 1 час л. Яблочного уксуса 1 час листа глицерина. Приготовление и применение. Подогрейте касторку на водяной бане. Введите в нее яблочный уксус и глицерин. Отсоедините желток и взбейте его. Не переставая взбивать, добавьте подготовленную заранее смесь. Нанесите на кожу головы, остатки протяните по всей длине волос. Закройте шевелюру полиэтиленом и заверните в полотенце. Ожидайте 40 минут. Смойте теплой водой и шампунем. Эта маска помимо борьбы с перхотью, способна подпитать локоны и придать им гладкость. Получается не хуже, чем акранирование или ламинирование волос. Эффект от применения после ополаскивания уксусом локона становится шелковистыми и привлекательными. За счет подпитки активными компонентами, содержащимися в растворе, они меньше выпадают и ломаются. Не нужно ожидать, что уже через две процедуры терапия начнет действовать. Следует подождать 1-1,5 месяца, чтобы достичь желаемого результата. Маски и ополаскивание делайте каждые три дня. Таким образом, уксус – прекрасное средство для устранения жирной перхоти и избавления от демодикозных клещей. Оно обладает антисептическим эффектом, подпитывает и восстанавливает истощенные локоны. Уксус лучше всего применять в симбиозе с фитоотварами и масками. При использовании кислоты будьте предельно аккуратны, ведь несоблюдение пропорций может вызвать сильный ожог кожи головы и усугубить ситуацию. Полезные видео «Как избавиться от перхоти в домашних условиях навсегда». Как быстро избавиться от перхоти.